А вот мы и подъезжаем к поселку Бармино, который был основан в 1617 году. Это практически ему уже больше 400 лет. И сворачиваем мы сейчас в первую же самую улицу. Улицу под названием Весна. Да, так символично. На дворе у нас Весна. И едем мы по улице Весна. Да, дорога здесь хоть когда-то была асфальтирована. Сейчас уже, к сожалению, с годами асфальт раскрошился. Но все равно глубоких ям нет. Идет строительство. Он как просеивает песочек. Кто-то строится. А вот я смотрю... Там еще один домик построил сзади. Видел, да? Это Олег, мой бывший директор с Мегатранса. И вот так вот обязательно кого-нибудь встретишь. Так, ты сильно не торопись. Потому что слева вот будет дом, который продается, который мне нравится. Зеленый. Да? Вот за белым каменным зеленый. Моя любимая супруга присмотрела здесь дом. Да, не торопись, пожалуйста. Вот зеленый. Кошка выбежала. Видишь, слева. Я вижу, что слева. Справа вот машина валяется на боку. А слева... Там все разделано. И усад разделан. Так, ну и сколько этот домик стоит? Миллион четыреста десять. В общем, полтора миллиона, грубо говоря, стоит здесь вот такой деревянный дом. Но мы сейчас с улицы Весны переедем в улицу Советскую. А справа дом продается, стоит два миллиона. Зеленый. Вот этот? Да. Ага. Цены растут. Чем глубже мы в поселок езжаем. Сейчас улица Весны у нас переходит в улицу Советскую. Нет, еще не перешла. Нет, она еще не... Я говорю, сейчас переходит. Сейчас вот мы поворот закончим. Повернем направо и уже пойдет улица Советская. А прямо дом, который первый будет на улице Советской, стоит? Тоже продается. Три шестьсот, что ли, сейчас. Цены, цены растут. Ну, пока мы доедем до центра, там дойдет до пяти, наверное. До пяти миллионов. Вот это тут. Да, и даже вот в объявлении написано, продаю номер телефона. Но он полностью каменный. Вот, белый каменный дом. Двухэтажный, да, он считается. Но второй этаж, это как бы кладовка. Кладовая. Первый. Ну и, да, первый внизу. Ну, это и есть кладовая. Потому что вот у бабушки здесь у нас, у Анны Антоновны Зиновьевой, был домик стоял. Скромный домик. Вот как раз мы его сейчас с левой приезжаем, улица Советская, дом 10. И посмотрите, да, здесь был, здесь жила у нас бабушка 8 лет тому назад. И был домик, но мы постараемся покопаться в истории. Или она мне поможет найти фотографии того дома. И мы приложим к этому видеоматериалу, как все меняется. Да, 8 лет. 8 лет это все-таки срок. Ну что, строятся здесь дома вот слева. Советская 24. Тоже двухэтажный дом вырос. Это 26. Поскромнее. Но в основном, заметьте, здесь дома все стоят на кладовых. Или кладовых. Кладовых, наверное. Да, от слова класть, складывать. Это уже вот как в старинные времена завелось. Ну, с одной стороны, это удобно. То, что, во-первых, даже вот деревянные, у деревянных домов эти кладовые. Потому что на кирпиче все-таки все это на фундаменте стоит дольше, чем когда дерево стоит просто на земле. Ну и гаражи вырастают тоже в такую же высоту, как и сам дом. Да, конечно, дорожку бы здесь обновить. Ну, а с другой стороны, чем хуже дорога, тем медленнее едут, тем безопаснее для детей, которых сюда привозят к бабушкам, к дедушкам на отдых. Их тоже немаловажно. Чем, допустим, здесь ставить лежачий полицейский. А вот домик совсем уезжает. Да, вот здесь вот тоже. Здесь обвал. Уезжает дом вниз, потому что съезжает склон. Был здесь оползень. Даже вот видно, что по дороге здесь тоже засыпали ее, потому что и дорога уехала. Ну, на склонах жить, как говорится, это, с одной стороны, красивый вид. Смотровая площадка. Все красиво, хорошо, если он не едет никуда. Как вот мы поднимались в гору Ахунт, по-моему, между Сочи и Адлером. И там даже такие, смотришь, коттеджи красивые и продаются. Причем на каждом практически висело продаю. Стали разбираться, в чем причина. Причина тоже самая. Идут оползни, гора сползает, и неизвестно, будет дом стоять или нет. Сейчас мы, прежде чем поехать к родным нашим, к Волковым, к Жене и к Володе, мы поедем сначала навестим тех, кого с нами нет. Как раз вот поедем на кладбище к бабушке, съездим. И к Лениному Акцу. Спуск здесь такой конкретный с уклоном. Дорога, как хотел сказать, на юге в горах. Там это обыденное зрелище, а здесь это как бы небольшой такой... Экстрим. Экстремальный спуск, да. Вот все подыскивал слово. Маленький кусочек экстрима. Давай пропустим мы Рено, которое в гору движется. Здесь как раз узкий участок, чтобы ему было полегче. Вот положили здесь все-таки асфальт. Видно новый кусочек. Потому что здесь уже прогиб был такой, что можно было даже на легковой задеть бампером. Но мы брали кроссоверы именно вот для таких экстремальных поездок. Ну, конечно, я не говорю, чтобы лазить по болотам. Испытывать бездорожье. Вариатор не любит таких перегрузок. Брали мы его для комфорта. Что мы сейчас от него и получаем. Вот он как раз поворот на кладбище. Здесь, конечно, дорога поуже и похуже. Но для нашего визехода это уже не страшно. С низкой посадкой здесь, да, можно и черкнуть. Ну, а так просыпали дорогу щебенкой. То есть... Смотрите, это вот вишни. Я так понимаю, цветут слева от нас. Да. А, нет, это яблони уже. Яблони, вишня вот рядом стоит, да. У нее немножко цветочки поменьше. И ствол поуже, потоньше. Если ты правильно говоришь. Ну что, вот мы и приехали. Выехали мы с Клапич. Повидали родных и близких. И хотим вместе с вами спуститься к Волге. Ну, как тут быть рядом с Волгой и не приехать, не заехать к ней на берег. Заодно посмотрим, как вода развелась. Пристани, конечно, здесь нет раньше, в советские времена. Очень здесь много было торговли. Да, ягодами. В основном ягодами, яблоками. Здесь частенько останавливались туристические пароходы. Мы даже в свое время, когда тут восход плавал. Метеор. Метеор даже до сюда доходил, да, до нас. В основном... Он даже сельсорский. Восходы, да, приходили. Не так давно здесь построили, смотрите, деревянную церковь. Как называется, пока затрудняюсь сказать. Сейчас ближе подъедем, посмотрим. Раньше было все обнесено кирпичным забором. И от него остались, вот арку даже старинную оставили. Мы проедем сейчас здесь, с этой стороной, а потом поднимемся в асфальт. А и как всегда, нам для съемок выходит солнышко. Так, где же название? Название храма не видно здесь? Ну, где крест? Рядно. Кто-то видит? Нет. Далековато немножко сейчас я... Сейчас нам приблизиться, может. Да, если попробуем приблизить. Друзья, это у нас православный храм, построенный в 2018 году в честь живоначальной Троицы. И строили его три года. И оставили, вот раньше он был огорожен кирпичом. Смотрите, остались столбы. Как бы напоминание о том, что это действительно на этом месте стояло старинный храм. Стоял. Осталась арка. Ну, мы спускаемся на берег реки Волга. Дорожка здесь выложена плитами. С одной стороны, это не позволяет, как говорится, съезжать асфальту, как он у нас в некоторых местах на горах съезжает. А с другой стороны, едешь немножко по ступенькам. Тут даже лежачие полицейские когда-то были. Осталось от них кусочки. Так, мы сейчас на берег налево повернем или направо, куда лучше. Наверное, направо. Пристань была слева вот, вот так, направо нам. Пристань вот с этой улицы спускаешься, и вот деревья стоят, вот тополя. Слева прям был спуск к пристану. Да, но уже много лет ее не ставят. Сейчас мы налево повернем. И посмотрим. Вот прям здесь был спуск к пристану. Не стояла пристань. А сейчас здесь осталась только смотровая площадка. Пойдемте покажем. Вот мы уже и на берегу Волги. И она уже, как видите, в своих берегах. Половодье закончилось. Пристань стояла где-то здесь. Уже точно сказать трудно. Не осталось никаких следов. И хоть дует сильный ветер со стороны воды, но слышно, как поют здесь соловьи. И они замолчали. Только что пели. Ну, а мы сейчас прокатимся немножко вдоль берега. И остановимся еще, наверное, на самом выходе. Да, конечно, у воды всегда в это время было тепло. Даже, я говорю, иногда здесь купались уже. Но сегодня, к сожалению, 21 мая, и все еще идут холода. Рыбацкое здесь место, потому что весь берег усыпан понтонами, лодками и гаражами для лодок. Мне казалось, что пристань находилась здесь. Нет, именно по той улице. Вот здесь уже старинные жители мне говорят, что нет. Пристань стояла немножко. Как раз на том месте, где мы сейчас и находились. Здесь вот спуск к воде. Здесь был пляж, а пристань была левее пляжа. Здесь всегда был пляж. Мы, наверное, можем спуститься. Ну, я думаю, не знаю, не стоит. Когда тепло будет. Да, будет немножко потеплее. У нас же отпуск-то два месяца, как ты объявил зрителям. Да, мы, пожалуй, за это время постараемся все успеть. Ну что, дальше по берегу мы уже не поедем, потому что здесь... Нет, поедем в горы. В основном такие дачные дома. А мы поедем в гору. Подниматься, конечно, сложнее, чем спускаться. Но сейчас не зима. Вы посмотрите, как сейчас идет зато. Да, вот этот сделан у дома. Небольшой самокат с рулем из трех автомобильных колес. Мелочь, а приятно. Глоборчик покосился. Счетчики, смотри, сейчас стали уже тоже на столбы вешать. Цветет вишня, цветут яблони. У кого-то здесь есть игруши. Возле храма сделали детскую площадку, чтобы люди, пришедшие с детьми, могли здесь их оставить. Что, неплохие дома построены стоят. Советский СИЕС-38. Но все равно стоит на склоне. Вот забор даже, я смотрю, столбы на цемете стоят. Кирпичные все равно ползут. Если грунт ползет, то что-то, наверное, ничем не остановишь. Деревянные дома, а рядом вырастают уже кирпичные пристрои. Сейчас вот хорошо, она еще асфальтом покрыта. Да, ведь раньше здесь плиты же тоже были. Так же вот люди спускались, стучали колесами по плитам. Сейчас более-менее, более-менее можно ехать быстро. Давайте пропустим женщину-блондинку на черном Хондай. Хотя, по идее, мы идем в город, тем более крутую. Да, ЗИЛ-130 с левой стороны уже врос по мосту. По самую балку. Я же давайте сейчас возьму правее через центр. Так. Штурман предлагает мне проехать через центр. Что мы сейчас с вами не сделаем? Тут у нас там все в багажнике падает и падает. Да, к сожалению, тут есть и такие дома, которые уже остались одни стены. Тут уже дома-брошенки. Ну, есть вот из бруса сделана с вами какая-то полуэтажный коттедж. Клица Кирова. Так, вот у нас перекресток. Уходим налево, уходим на центр. А здесь вот вишня и не цветет еще пока. Не дают холода. Быстро спускаться цветкам. Ну что, весь поселок газифицирован. У многих подведена вода прямо в дом. Очень удобно. На берегу Волги только вот единственное, что, конечно, без транспорта пешком спускаться к Волге далековато. Пока сходишь летом, покупаешься в жару, вернешься домой, захочется опять купаться. Мы делаем остановку. Мы делаем остановку. Так, ну что, немножко мы затарились рулетиком с лимонадом Лысковским. И поедем в гости. Да, тут дом культуру с левой стороны у нас. Судя по тому, что наклеено на окнах голуби, он еще работает. А дальше у нас школа, получается, да? Нет. Школа дальше. Школа еще дальше. Административное здание. А, да. Немножко мы до школы не доехали. ГОСАПТЕКА Название спринга. В простом домике. А вот и школа с левой стороны. Слушай, кому-то памятник тут. Колода выпускает тут. У кого-то выпускной. Тут лежачие полицейские как раз. Лежат на очень нехорошем месте. Выходим мы на улицу со знаменитым названием улица Чикалова. У нас есть лестница Чикалова, а здесь улица Чикалова. Ну вот и погостили. Навеселить. Пятю Женю. Дядя Володей. Но впереди у нас Спаская. Первое это будет, да. Потому что здесь-то мы пройдем все окраины. А Спаски мы постараемся проехать немножко через центр тоже. Я, правда, не знаю, где там центр, но... Постараемся немножко с вами посмотреть. Кошка под колесами не попала бы. Так, ну а из Бармино мы сейчас поедем немножко другой улицы. Не той, которой заезжали, не советской. Мотоблок, да? Мотоблок. Прицепил кузовок и поехал на Неве. Уже по знакомым местам по центру города Бармино. Ой, господи. Поселка Бармино. Да, все бы ничего. Но все жалуются холодно. Холодно в этом году. Уже, честно говоря, немножко поднадоел. Хочется тепла. Да, как... Как в песне Потертое седло скрипит мне. Да, и пока едем мы по поселку. Хотел я, думаю, выйду из больницы. Думаю, обязательно эту тему затрону. Немножко отвлекся. И просто хотел я... Просидел я там лекцию, послушал один раз. И очень интересный для себя сделал вывод. То есть, как опознать инсульт по первым симптомам. Это у нас лицо, ладошки и речь. Это знает даже любая, не то что медсестра, любой человек. Потому что при инсульте нарушается симметрия лица. Ладошки вытянутые вперед и повернутые вверх. Обязательно какая-нибудь рука начнет опускаться. Ну, естественно, речь. спросите у человека, как его зовут и где он живет. Если он начнет путаться, это тоже признак первичного инсульта. Так, а как вот у нас называется эта улица? Улица Полевая у нас. Идет она параллельно Советской. Выбрал я эту улицу, потому что мы хотим проехать домами, по-моему, которые строили наверное при совхозе, когда еще совхоз здесь был, потому что они однотипные, целая улица. Может, я, конечно, ошибаюсь, надо было спросить у местных, у Жени с Володей. Но мы сейчас на нее свернем и посмотрим. Так, это не первый поворот, там она асфальтированная тоже улица. здесь еще щебеночное покрытие. Вот она так и плавненько и заворачивает. Сейчас посмотрим здесь практически все каменные дома. Венецкая улица зовется. Маленькая Венеция здесь. Посмотрите, да, домики все как один друг на друга похожи. я не имею ввиду двухэтажные. Нет, а просто дальше идут двухэтажные. Справа-то. А, справа-то, но тоже, смотрите. Они все однотипные, двухэтажные, слева однотипные. Уже кто-то обшивал просто сайдингом, а так они изначально все кирпичные и все пристроены как раз под гараж. А справа, смотри-ка, как они там хаусы наверное зовутся, нет? Коттеджи, там хаусы на две семьи, все дома это на одну семью. Ну, неважно, со вторым этажом можно их две семьи жить. Мы вот тоже как-нибудь разбогатеем. Надо монетизация. Рустами младенцы глаголит истина, да, если включат монетизацию, может быть. Вот и закончилось. Может здесь дом купить? Все, у нас Елена сказала, что может значит точно, точно здесь. До речки далековато, вот все хорошо, все нравится, но далековато. Ну, конечно, если на колесах, не на таблетках, Сейчас мы это самое, Курмыша до речки доедем, да? Да, обязательно, обязательно съездим. Как близко, чуть-чуть. мы постараемся мы постараемся более полную экскурсию сделать по Курмышу. Скажем Бурмину до свидания. Закончился поселок. Ну, дальше сейчас до трассы 6 километров, 2 километра до поворота на Спаское, 28 километров до Спасского, ну и практически получается у нас 36 километров. полчаса кода, а на часах уже 5 минут третьего. Субтитры сделал DimaTorzok